Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня речь пойдёт о трёх интересных бизнес-стартапах в сфере приготовления еды и упрощения этого процесса. Поговорим о трёх успешных проектах, которые запустили с минимальными вложениями, и они выстрелили на весь мир и принесли их создателям огромные деньги. Эти примеры не только мотивируют на создание своего собственного бизнеса, но и показывают, что успешные проекты лежат совсем рядом. Нужно лишь обратить на них внимание, так что не пропусти интересные бизнес-идеи и смотри видео до конца. А также не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если выпуск тебе понравится. Также в своём телеграм-канале я выложил пост о том, сколько я заработал за всё время с ютуба, а также делюсь выгодными бизнес-идеями. Если интересно, то ссылка на телеграм в описании. А теперь давай перейдём к прибыльным бизнес-проектам. Банка для специй с мерным механизмом Сколько раз тебе приходилось отмеривать количество специй, соли или перца, чтобы блюдо получилось действительно вкусным? Сколько раз ты недосаливал или пересаливал еду? Поверь, с этой проблемой сталкиваются все, ведь если в рецепте сказано о том, что нужна чайная ложка специй или щепотка соли, то это не является мирной величиной. Каждый бросит разное количество. В результате достигнуть оригинального вкуса становится сложнее, и готовка превращается в серьёзную проблему. С этой проблемой столкнулись молодые люди из Bingham Farms. Мичиган отличием является только то, что они попытались решить проблему, а не мириться с ней. Ребята подумали, что если создать специальный резервуар для специй в его привычном виде, но встроить в него специальный механизм, который будет отмерять определённое количество специй, и тем самым существенно упрощать процесс готовки. Несколько недель работы и получился довольно интересный прототип, который потом перетёк в стартап, где были собраны деньги на реализацию подобного проекта. Людям понравилась такая идея, и они вложили в неё свои деньги. Сама конструкция данной банки довольно простая. Это стеклянная колба для самих специй, а мерный механизм открывается в крышке. Здесь нет никаких сложных технологий и электроники. Переключением рычага, который соответствует тому или иному количеству специй, человек открывает один или несколько резервуаров. Резервуары имеют определённый размер, в который входит определённое количество специй. Суммируя их, можно достигнуть нужного значения. На краундфандинговой площадке данный проект собрал в 6 раз больше денег, нежели было нужно на запуск производства. Это говорит о том, что товар действительно будет пользоваться спросом. Он простой в производстве и состоит из стандартных материалов, поэтому окончательная цена будет довольно низкой. Если цена низкая, то и покупатель на него обязательно найдётся. При себестоимости такого мерного кухонного резервуара в 1-2 доллара, продавать его можно за 6 долларов и выше. Если запустить подобное производство и подогнать его под потребности отечественного потребителя, то можно построить успешный и очень прибыльный бизнес. Мерную величину нужно перевести в граммы, предложить покупателям резервуары разных размеров, сотрудничать с производителями специй. Порой именно простые идеи приводят к ошеломительному успеху и становятся причиной финансовой независимости. Универсальный силиконовый друшлаг Наверняка тебе неоднократно приходилось сливать сок или юшку с тех или иных консервных банок, которые ты приносишь из магазина. Купил консервированную кукурузу, необходимо слить сок. Купил помидоры, необходимо сделать ту же процедуру. Купил оливки, будь добр, удали жидкость. Казалось бы, это не такая уж и большая проблема, но на самом деле проблема есть, и она довольно актуальная. Необходимо сливать жидкость так, чтобы содержимое банки осталось внутри. А это приводит к грязным рукам, а иногда и даже порезам металлические консервные банки. Молодые люди из города Батт, Великобритания, не стали мириться с проблемой и начали искать её решение. Как говорят основатели стартапа, им потребовалось всего несколько часов для того, чтобы найти решение данной проблемы. Но почему-то никто ранее до этого не додумался. Ребята придумали, что если создать силиконовую крышку с отверстиями по типу друшлака, которую можно будет надевать на отверстия различного диаметра и тем самым сливать жидкость. Всё довольно просто, никаких современных технологий и электроники. Через несколько дней появился первый прототип. Он был не самым красивым, но функциональным. Попробовав один раз своё изобретение, ребята поняли, что проблема решена, и на этом можно зарабатывать деньги. На краудфандинговом сайте проект собрал в 17 раз больше денег, нежели предполагалось. Это говорит о том, что потенциальный покупатель есть, и он заинтересован в том, чтобы на полках магазинов появился такой продукт. Преимуществом является то, что производство организовать довольно просто. Нужен пищевой силикон и разработка специальной формы для изготовления универсального друшлака, который можно будет надевать на банки различного диаметра. При себестоимости менее чем 1 доллар продавать готовые изделия можно уже по цене более 5 долларов. Прибыльность довольно высокая. Есть смысл в том, чтобы задуматься над организацией своего мини-предприятия по производству такой продукции для отечественного потребителя. Для начала необходимо вложить минимальные деньги, открыть производство даже на дому. А в дальнейшем, когда спрос будет возрастать, можно будет наращивать темпы. Это ещё раз говорит о том, что для строительства успешного и прибыльного бизнеса не обязательно изобретать что-то очень сложное и вкладывать в дело огромные деньги. Можно обойтись на первый взгляд банальными идеями, но производить товар, который решает определённую проблему человека. Набор для приготовления пельменей Пельмени являются одним из самых известных блюд во всём мире. Различные народности помещают внутрь красивого скрученного теста разнообразную начинку и получают отменный результат. Проблема в том, что готовить такое блюдо нужно уметь. Это довольно сложный и не самый быстрый процесс. Поэтому многие попросту приобретают пельмени из магазина и употребляют их. Качество пельменей промышленного типа довольно низкое. Вкус очень отдалён от оригинала. В мире, где трендом считается здоровая и полезная пища, покупка полуфабрикатов не является верным решением. Но лень преодолевает желание питаться полезной едой. И в результате на кухне появляются те самые полуфабрикаты. Группа ребят из Лос-Анджелеса, Калифорния, решили вникнуть в эту проблему и найти ей оптимальное решение. Если готовить пельмени будет интересно и увлекательно, то наверняка многие попробуют это сделать. Так и появилась идея создания специального набора, с помощью которого можно приготовить вкусные домашние пельмени. В набор входит специальная подставка для просушки пельменей, палочки для их лепки и наполнение начинки. Вощённая бумага, мука, специи – рецептура вкусного домашнего блюда. Необходимо только докупить начинку, с которой ты желаешь сделать своё блюдо. Найдётся много людей, которые скажут о том, что это не самая лучшая идея. Никто не будет приобретать готовые наборы, ведь можно обойтись и без них. Но дело не в том, что набор не просто делает приготовление пельменей более простой и приятной задачей. Он провоцирует людей заняться этой готовкой. Идя по магазину и заметив такой набор, ты наверняка заинтересуешься им. Изучишь, и если его цена будет оптимальной, то купишь для того, чтобы попробовать сделать блюдо дома. Преимуществом такого проекта является то, что производство наборов не требует механизированной автоматической линии. Здесь простые материалы и очень простая технология производства набора. Себестоимость одного такого товара не более одного доллара, но продаваться он будет по цене от пяти и более долларов, что будет оптимальным предложением для отечественного покупателя. При всём этом, такая непривычная новинка обязательно привлечёт к себе внимание молодого поколения, которые пытаются не приобрести полуфабрикаты, а готовить что-то своими руками. Все эти факты говорят о том, что небольшой домашний производств может перетечь в успешный и прибыльный бизнес, в который будет вложено немного средств. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!